Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами объемный, уютный трикотажный кардиган с объемной вязкой и переплетением косами. Покажу вам интересную технику, как рисовать трикотажные косы в Adobe Illustrator. Давайте начнем. Я открыла шаблон. У меня сегодня шаблон Plus Size, Adel 7,5 в росте на высоком каблуке, потому что, естественно, девушка будет ниже. Это модельные плюсы с узкой талией. Скачать данный шаблон сможете по ссылочке под этим видео. У нас много разных шаблонов, обязательно ознакомьтесь. А мы поехали дальше. Блокируем слой, на котором у меня расположен прекрасный шаблон. Создаем новый, выбираем инструмент пером и приближаем нашу девочку, чтобы нам было с ней удобнее работать. Не щуриться, не искать. Рисовать я буду одну половинку, потом я ее раззеркалю. Итак, мы начинаем. Первые линии я обозначу основную линию кардигана. У нас будет по краю привязан рип, обработка такая. Поэтому сейчас я эту линию как раз и нарисую. Возможно, будет сложно с нее прямо начинать и ее дорисовать в конце. Но мне почему-то хочется ее обозначить сразу, чтобы она у меня встала. Потому что сам кардиган будет начинаться вот уже после нее. То есть вот здесь у меня эта прекрасная линия и будет. Вот так. Это место мы с вами уплощаем. Возможно, чуть-чуть сделать поуже. Но поскольку я хочу объемный широкий кардиган, в принципе, все у меня получилось. Теперь сама полочка со спущенным плечиком. То есть эта деталь у нас туда будет перекидлевана. Так, сюда, сюда, вот так, мягенько и по бедру. Смотрите, поскольку у нас объемная фигурка, мы сразу ее и будем очерчивать. По бедру будет струиться. Потом, естественно, немножечко он уйдет вот так. Так, и теперь повторим эту линию. Там мы с вами нарисуем рип 2-2 красивую. Можно даже с нюшечкой. Все сейчас тогда красиво сделаем. Так, вот эту линию немножко я поправлю. Не будет она такой прям изгибистой. И вот эту точку тоже чуть-чуть опущу вниз. Но бедро никуда не денется. Вот так немножко можно сгладить, чтобы оно прям не вокруг бедра отзывало, да? А тут было. И теперь мягкий рукавчик. Он будет струиться. Соответственно, здесь будут не спадать мягкие складки. И он будет вот так вот у нас немножечко присбариваться на конце. И там будет уже небольшой рибик по нему. Давайте сейчас покажу. Вот здесь небольшой риб. Эту точку нам еще поширим. И по низу изделия тоже будет небольшой риб, но он будет находиться уже вот здесь. Так. Хорошо. Теперь всю эту красоту мы с вами раззеркалим при помощи инструмента зеркальное отражение. Ставим точечку на центр. Начинаем вращать. Вот она переводится. Кнопочку shift нажимаем, чтобы у нас был правильный угол 90 градусов и кнопочку alt. И теперь правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Вот так вот. Для того, чтобы было лучше видно, я сейчас залью белым цветом все наши объекты. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Такой вот мягкий, объемный, приятный кардиган. Вот эти точки сейчас чуть-чуть вниз опущу. И вот эти точки чуть-чуть по объему, чуть-чуть вниз. Так. Теперь мы рисуем спиночку. И внутреннюю часть спинки. Поскольку это трикотаж, то там, скорее всего, шва у нас с вами не предвидится. Но нужно, когда рисуете, конечно же, обозначать так. Ну что такое? Вот так, отлично. И вот эту всю часть мы отправляем на задний план. Она у нас как подложка. Вот. Ну, по-моему, очень даже. Теперь у меня тут будут кармашки еще. Это не все, что я себе напридумывала и что я хочу нарисовать. Будет вот так вот кармашек. На нем будет рип. Так. И будет еще основная часть кармашка. Можно его чуть-чуть скруглить, потому что трикотажик мягкий. Он как будто немножко провисает. Так. Чуть-чуть вот эту точечку сейчас мы поправим. То есть такой вот он мягкий, объемный, весь из себя пластичный. Очень-очень мягкий, уютный зимний трикотажик. Я бы себе такой кардиган заняла. Надо либо связать, либо посмотреть, где такие продаются. Так. Вот у нас симметрично мы их расположили. Теперь сделаем переплетение рип. Рип это такая толстая резинка. Я хочу здесь ее сделать достаточно объемно. Это будет рип 2.2. Так. Так. Повторяем. Немножко сдвигаем. И для того, чтобы он прям у меня объемно смотрелся. Вот смотрите, я создаю заливку. Во-первых, не нужно делать такой толстый. Нужно сделать 0.2. А во-вторых, вот здесь мы создадим блок тени. А именно вот эта часть будет немножечко как будто бы в тени. Вот. Она будет без цвета контура. Зато цвет заливки будет черным. И с очень высокой непрозрачности. Вот так. То есть тогда передняя часть будет выходить, а эта выходить. Вот такую штучку я отправляю туда. В заливки. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот на этой части. Мы их сдублируем. Мы не будем красить. Основную часть мы сдублируем, чтобы сделать заливку. Вот. Хороший, красивый, крупный рип. Смотрите, какая красота. Что-то у меня такое тут вылезает. А. Он у меня не ушел назад. Или вот эта часть не ушла вперед. Вот эта часть не ушла вперед. А она должна быть спереди. Вот. Так. Где у нас еще будет расположен данный рип? Вот здесь на кармашках. И вот здесь на рукавах. Соответственно, мы всю эту красоту берем. Я люблю сдвигать. Это моя любовь. Сдвигаю, дублирую, заливаю и возвращаю. Здесь нужно будет еще сейчас маленькое волшебство. А именно сделать поворот. Чтобы рип смотрелся красиво. Трансформировать вот это. О. Красота. Один. И второй. Вот так. Подгоняем. Так. Теперь у нас будет рип вот здесь. Тоже дублирую. Проставляю. Тоже сейчас придется с ним поработать. Потому что направление вязки будет, естественно, не такое. А направление вязки у меня будет вот такое. Можно даже чуть-чуть поправить. Вот так идеально вообще получилось. То же самое делаем со второй. И нужно будет сейчас там немножечко поправить уровни. Но это мы сейчас с вами быстро сделаем. Вот так. Для реалистичности. Это все хорошо. Вот этот объект нужно немножко переместить назад. Смотрите. Окно. Монтаж. Переложить. Назад. Вот запомните сочетание. Контроль. Вот такая квадратная скобочка. Или контроль и буква Х. Если русский есть у вас на клавиатуре. И вот туда его заталкиваем назад. Вот. Провалился. Смотрите. О. На своем месте теперь. Ну и сюда, конечно же, тоже мы с вами этот рибик помещаем. Здесь есть некоторые нюансы. Потому что такой длинный риб, он скорее всего не свяжется. Скорее всего здесь где-то еще шов будет. Но вот это надо обсудить с фабрикой. Я не знаю. Так. Вот такая штука получилась. А я хочу сейчас создать еще одну копию. Для того, чтобы, смотрите, вот так показать. И показать еще с плетением. И показать еще с цветом. Поэтому мы это все делаем. Сейчас скопируем. Чтобы у нас была копия всего-всего. Вот так. Единственное, что я забыла сделать, забыла сгруппировать. Это ай-яй-яй с моей стороны. Сейчас я сгруппирую. Блокирую слой, на котором у меня есть эскизы. Не эскизы, а шаблоны, понятное дело. И вот это все сгруппировано. Теперь на эту всю красоту мы будем создавать с вами кисть. Которая будет имитировать араны. Араны это такие всякие разные косы. Вот у меня вот здесь уже отрисованный кусочек. Как рисовать? Думайте сами. Ну или приходите на курс. Мы там подробно разбираем. Потому что сейчас это будет очень долго. Так, давайте посмотрим, как нам уголочек обходить. Да, наверное, это самый удачный вариант. Так, так. А вот этот уголочек. Вот так, наверное, да? Или все-таки вот таким хвостиком. Вот так мне больше нравится. Отлично. Уголочки на все запланировали. А и теперь берем нашу кисточку. Она должна быть горизонталите. Рисуем линию, как она будет у нас тут вязаться. Вот так и вот так. И теперь... Куку, ты где? Ой-ой-ой, она у меня ушла. Знаете почему? Потому что я не заблокировала слой, на котором у меня шаблон. Потому что я там за кистью полезла. Это очень не айс. Давайте я ее сейчас заново нарисую. Вот. Смотрим. Берем вот эту линию. И ее заливаем кисточкой. Так. Что у нас произошло? Почему я не вижу заливки? Кисть сдалась. Заливки нет. Наверное, потому что она очень толстенькая. Или что? Что не так? Давайте посмотрим. Кисточка есть. Она создана. Очень интересно, почему мы не создаем кисть. Так создается. Значит, я что-то неправильно рисовала. Давайте еще один раз линию нарисуем. Иногда нужно проявить некоторую упрямость. Так. Хорошо. Линия создана. Толщиной давайте единичку ее дадим. И вот этой кисточкой. Ну. Почему мы не хотим заливать ее моей кистью? Вот очень интересный каприз иллюстратора. Правда, правда. Так. Я человек упрямый. Меня такой расклад не устраивает. Поэтому что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму кусочек вот этой линии. Попробую залить. Попробую залить. Не понимаю, почему она ее не применяет. Она вроде как применяет, но при этом ее не показывает. При этом на контуре она ее дает. на линии дает. На линии дает. А на перья. И на перья дает. Вот. Так. Ну что? Мы вернулись в себя? Или опять что-нибудь там у нас не так? Давайте пробовать. Ну это прям таки уже забавно. Так. Мне нравится изгиб, что ли, у тебя? Ну это как бы прямой линией. О! Ну хорошо. Давайте пойдем от прямой. Я что против, что ли? Иногда бывают такие моменты. Главное не отчаиваться. Главное видеть цель, не видеть препятствий. Так. И теперь начинаем плести наш с вами кардиганчик. Давай. Так. Раз, два, три. Сейчас даже тут лишнюю точку удалим. А эту немножко наверх подтянем. Можно конечно же только удавать с разными орнаментами, с разными узорами. Мы со студентами этим занимаемся. Здесь хочу просто показать, что такое тоже может быть. Очень даже может быть. Можно так. Можно потом еще травочную маску сверху ставить. Ну вот. Здесь делаем таким форматом. Так. Ну и на рукавчик. Давайте здесь. А сейчас она мне опять будет капризулить. Давайте линию все-таки. Тут вот закапризулила. Не знаю, что ему так не понравилось то, что я нарисовала. Но почему-то перо не хочет. Можно потом смотреть. В чем? В чем была моя ошибка. Или не было ошибки, просто иллюстратор подключивает. Он тоже может. Смотрите, как заплелось все красиво. А теперь для красоты я сделаю непрозрачность. И, соответственно, через инструмент зеркальное отражение переведу все сюда. Сюда. Так. Что мне не очень нравится. Смотрите. Кармашек. Сейчас мы немножко поправим. Вот чем классно рисовать через линии. Вы можете не просто заливкой. Я могла бы взять и просто единую заливку сделать. А вот именно линии позволяют очень мягко и очень плавно регулировать все места, все вот эти вот обходить штучки. И ведь иногда бывает, что и оранами рисуются всякие разные узоры. Это очень помогает. Так что хорошая техника. Используйте ее. Но мы с девчонками и с мальчишками на курсе ее очень детально разбираем. И очень детально с ней знакомимся. Но здесь вот базовые принципы я вам изложила. Что с ней надо делать. Не надо бояться, если компьютер начинает чего-то там из себя изображать. Это не страшно. Это он просто испугался. И вдруг он не сможет залить нам. А мы ему объяснили, что он все сможет. Он же у нас молодец, правда? Он все-все сможет. Ага. Ага. Попалась. Почему не могу туда поместить? Потому что это группа. Соответственно. Ctrl-C. Delete. Двойной клик в режим изоляции. Ctrl-B. И... Что ты из режима изоляции слетел? Ну-ка, ну-ка, вернись в режим изоляции. Так. Давай. Двойной клик. Режим изоляции. Режим изоляции вот на эту штуку, пожалуйста. Вот. Ctrl-B. Хорошо. Теперь вот эту часть назад. Вот. Вот. Отлично. Все можно сделать. Главное только не торопиться. Ну, давай. Опа. Ну. Я довольна. Здесь надо определиться, будут ли у нас араны пойти. Соответственно. Здесь. И немножечко подкорректировать в чем. Смотрите. Во-первых, вот здесь линия заходит. Я говорю, там можно об травочной маской еще там поколдовать. Но мы сегодня этого делать уже не будем. Так. И вот эти части. Оно у нас сверху будет, да? То есть надо заносить тогда внутрь группы. Хорошо. Либо выносить из группы. Мы сейчас карманы вынесем из группы. Вот. Что мы сделаем? Мы разгруппируем все. И вот эти части. Вот эти части переместим на передний план. Вот. Видите? Они поверх встали. Так. И теперь еще вот здесь немножечко. Чтобы косичка не выходила за пределы. Вот так. Прекрасная, мягкая, красивая штучка. Как видите, программа и со мной бастует. Но это как с лошадьми. Лошадь, если чувствует страх. Но она начинает дурака валять. Не надо позволять. Так. Сейчас я, смотрите, создам новый слой. Чтобы нарисовать тенюшки. Чтобы ничего туда не прицеплялось. Мы сейчас с вами вот здесь. Ну, коли же мы начали рисовать сложные эскизы с вами. Давайте их делать прям. Конфитоидами. Чтобы они были. Глаз не оторвать. Хорошо отрисованный эскиз. Половина дела. Уже убедили того, что это надо попробовать произвести. А это дорогого стоит. Ведь разработка штука достаточно небюджетная. И чтобы убедить создать лекало. Просчитать конструкцию. Нужно сначала показать, что ваша идея крутая. Немножечко добавили теневого аспекта. И вот теперь на всю эту красоту уже можно класть цвет. Вот именно поэтому. Видите, оно же может быть и так и так. Но здесь еще дополнительно добавлены моменты. Так. Это все вот надо вместе сгруппировать. Вот это все вместе сгруппировать. Видите, эскизы разошлись на разные слои. Ну да ладно. Так. И теперь вот эту всю красоту, включая наш с вами шаблон. Сейчас выделим. И уже сделаем парочку красивых цвета моделей. Так. Раз. И два. Хотя нет. Сначала я одну покрашу. А потом вторую. С ней будет уже работать проще. Так. Тут тоже есть маленькая подсказка, как с этим справиться попроще. Берем инструмент волшебная палочка. Находим, где можно выделить белый цвет. Весь белый цвет у нас выделяется. Это весь наш слиз основной. Подбираем ему нужный нам цвет. Я хотела сделать глубоко такой вот красивый изумрудно-серо-зеленый. Да. Да. Даже еще вот немножко сейчас цвет. Вот смотрите, так с цветом работать сложно, да. А если выбрать перекрасить графический объект, то вот здесь я могу уже его подменять и сразу увидеть, как он изменяется. И тогда уже соглашаться или нет. Ну, по-моему, красота. Единственное, что у нас с вами вот здесь... А, нет, все хорошо. Это просто программа так отображает. Ну, тогда все прекрасно. Можно сделать тенюшки поглубже. Вот они наши с вами тени. Помните, что мы их рисовали. Что я имею в виду поглубже? А именно, немножко цвет. А можно сделать их синими. При такой цветовой палитре. Глубоко синими. Вот такими. Вот такими. Будет очень красиво. Она будет играть. Давайте интересный акцент на эскизе. Ну, либо сейчас еще чуть поменьше. И цвет менее насыщенный. Чуть к зеленце поближе. Вот так. Вот. Смотрите, красиво получилось. И сейчас мы это все скопируем. Ну, и перекрасим в новый цвет. А только есть маленький момент. Мы с вами смотрим на сером фоне. Я бы хотела, чтобы это все было на белом фоне. Потому что на белом фоне, как видите, оно смотрится совсем по-другому. Меня интересует именно белый фон. Так. Разблокирую слой с шаблоном. Немножко сейчас мы это сместим. Ну, чтобы оно не утыкалось в край. Мне некрасиво не нравится мне так. И создадим копию. Вот здесь уже перекрашивать. В общем-то все просто. Мы выбираем. Оно же у нас все сгруппировано. Можно тут вот сразу. Смотрите. Оно будет у нас поменять цвет, как нам надо. Можно через эту настройку. Здесь все достаточно просто и лаконично. Ну, вот, например, я хочу его сделать пудрового оттенка. Выбираю какого. Тенюшки тоже могу подправить, подкорректировать. Если мне это требуется. Вот, смотрите, вот такой фиолетовый ушли. Вот здесь вот я подкорректировала нужный цвет. Нажала ОК. И у меня получились две прекрасные коммерческие цвета модели. С прекрасными ранами моего кардигана. Вот такой у нас с вами получился урок. Немножко такой творческо-лирический. Но я думаю, что вам понравился результат. Понравились техники и примеры. Не бойтесь. Если Adobe Illustrator иногда дурит. Это бывает со всеми. Даже на лицензионном ПО. Даже когда вы все правильно делаете. Он говорит, что опа. Вот, пожалуйста, вам пример. Как это все может происходить. Не отчаивайтесь. Всегда есть выход. Специально не стала отрезать вам. И показала, как я с ним общалась, боролась. Потому что, ну, такое бывает. Не бойтесь. Не забывайте сохранить эскиз. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставить уведомление в колокольчик. Чтобы вам приходили уведомления о том, когда мы будем рисовать новые эскизы. Это каждый вторник. Пишите в комментариях, что вы еще бы хотели порисовать. Или какие у вас появились вопросы. А на этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.